Всем привет! С вами Дмитрий из Орла. Сегодня прочитал интересную статью на сайте Лента.ру 100 долгожителей раскрыли секреты долголетия Специалисты сайта Life Hunters Life, жизнь, hunters, охотники, охотники за жизнью опросили группу из 100 пожилых людей, которые раскрыли главные секреты долгой жизни. Отчет об исследовании приводит нигерийская версия газеты The Sun. В первую очередь специалисты отметили, что мужчины и женщины, достигшие столетия, обладают позитивным мышлением и отношением к жизни. Кроме того, все они заявляли, что чувствуют себя на 20-30 лет моложе настоящего возраста, что подтверждалось биомаркерами, например, уровнем артериального давления, мышечной и костной массой и физической формой. Эти показатели у долгожителей скорее соответствовали тому возрасту, на который они себя чувствовали, а не реальному. Среди группы пенсионеров не нашлось ни одного фаната здорового образа жизни, однако все они питались простой домашней пищей. При этом многие долгожители не отказывали себе в алкоголе и курении. Еще одной общей чертой людей, проживших 100 и более лет, оказались крепкие и позитивные семейные отношения. Они всегда говорили о семье с нежностью, даже если их супруги умерли несколько десятилетий назад. При этом долгожителей нельзя назвать людьми, застрявшими в прошлом. Они активно интересуются современной жизнью и учатся чему-то новому. Специалисты считают, что хорошие воспоминания, умственная активность и любопытство поддерживают пожилых людей и продлевают их жизнь. Ранее сообщалось, что жительница Кингстона Ямайка отпраздновала 105-летие и рассказала о секрете своего долголетия. «Она считает, что главное в жизни не делать людям зла». Вот такая замечательная статья. Давайте сделаем для себя правильные выводы. Ну, как я считаю, во-первых, нужно обладать позитивным мышлением и отношением к жизни. Не помнить зла, не делать людям зла, как жительница Ямайки. И питаться простой пищей домашней. Ну, а также поддерживать крепкие, позитивные семейные отношения и с близкими, с родными людьми, с родственниками, с коллегами. В общем, крепкие и позитивные семейные и дружеские отношения, я бы так сказал. А также хорошо не застревать в прошлом, активно интересоваться современной жизнью, учиться чему-то новому. Это тоже очень важно. А также поддерживать, следить за давлением, поддерживать физическую форму хорошую, делать зарядку. И вот интересный момент тоже, чувствовать себя на 20-30 лет моложе настоящего возраста. Это действительно здорово, когда чувствуешь себя моложе и позитивно так смотришь в будущее. Вот такие размышления. А если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, а также знаете людей, которые прожили долгую жизнь, знаете их секреты, пишите в комментариях к этому ролику, будет интересно почитать. Всего доброго, всего хорошего, долголетия, хорошего настроения и здоровья.